МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это в мире нестабильное, люди находятся в состоянии стресса и наиболее подвержены влияниям подобных организаций. На территории нашей области конкретно какие именно действуют секты? У нас достаточно много действует псевдорелигиозных организаций. Самые известные из них – это, пожалуй, свидетели Иеговы, Международное общество сознания Кришны, неопятидесятнические, неоязыческие группы, многие другие. Если мы употребляем слово «опасность», в чем она состоит? То есть почему настолько серьезным этот вопрос является, что его выносят даже и на государственный уровень, на обсуждение? Говоря о деятельности деструктивных сект, мы прежде всего подразумеваем всеобъемлющие воздействия, разрушительные на жизнь человека. Не случайно секты называются деструктивными, не случайно они называются тоталитарными, потому что их цели – это власть и обогащение, и для этих целей они не гнушаются никакими средствами. То есть их задача – разрушить полностью жизнь человека, подавить его волю, заставить тратить человека время, силы, свои возможности, то, что он имеет, для того, чтобы процветала та или иная организация. Так что, говоря о том, с какой точки зрения они разрушительны, наверное, со всех. То есть по существу, прикрываясь некой религиозной идеей, это прежде всего коммерческие организации, правильно? Как правило, да. Но надо сказать, что секты прикрываются не только религиозными идеями. Они могут прикрываться даже какими-то непосредственно коммерческими идеями. Бывают псевдополитические культы или псевдообразовательные. самые разные маски, которые используются для того, чтобы обмануть доверие людей. Вот, казалось бы, очень много всего и в средствах массовой информации, и в социальных сетях интернет по поводу опасности, которая грозит со стороны подобных организаций, но люди все равно подвластны влиянию, подвержены. Это же наверняка означает, что есть какие-то отлаженные механизмы воздействия, схемы, с помощью которых привлекают новых адептов. Может быть, обозначите хотя бы примерно? Есть, конечно, методы и психологического воздействия на личность человека, но, как правило, сектами используются довольно простые приемы для привлечения людей. Это соучастие в проблемах человека, внимание, вовремя подойти, вовремя предложить помощь. Не случайно в кризис мы отмечаем активизацию подобных организаций, потому что люди, многие находятся в неспокойном состоянии, переживают какие-то проблемы, трудности, и, конечно, часто испытывают недостаток такой поддержки. Сектантские вербовщики ищут людей на улицах, внешний вид которых выражает наличие таких проблем. И, как правило, в первую очередь, подходят именно к ним, для того, чтобы предложить помощь. Если человек находится в подавленном состоянии, если он действительно в трудную жизненную ситуацию попал, то любая помощь воспринимается как благо. Вы говорите о том, что подоплека может быть абсолютно любой, и политической, и религиозной. Вот, насколько я понимаю, есть у нас в области, в том числе, и такая организация, или организации, которые прикрываются именно православием, то есть псевдоправославием. Правильно или нет? Есть и такие структуры, действительно, и с ними очень сложно определить опасность, понять, чем они могут повредить людям. Но они, как правило, имеют какие-то общесектантские признаки. Замкнутость, такая закрытость, изолированность, ну, некая исключительность адептов. То есть ты в нашей общине спасешься, а если останешься вне ее, то погибнешь и так далее. Вот эти вещи, они характерны для сектантских организаций. Если говорить о псевдоправославных структурах, то в нашем регионе это Царская Православная Церковь. Которая действует в Касимовском районе. Там священник, который являлся православным, принадлежал московскому патриархату, отделился, обвинил церковь в каких-то ересях непонятных, официальный документ опубликовал по этому поводу и перешел в другую структуру сектантского характера, которую впоследствии и возглавил. А поскольку он имел определенный авторитет у себя в храме, то он смог на свою сторону привлечь многих людей, которые являлись его духовными чадами. Сложилось такое вот изолированное общество в деревеньке, в Касимовской, которое живет по своим правилам и законам. И оно закрыто от внешнего влияния. Понять, что там происходит, довольно сложно, если ты не являешься членом этой общины. И как закончится жизнь людей, попавших под влияние этого священника? Сейчас довольно сложно сказать, хотя мы знаем самые разные, в том числе и очень страшные примеры завершения жизни подобных структур, когда люди и в Пензе, например, под землю взорвались. Таких примеров очень много. А есть ли у кого-то полномочия, чтобы воздействовать на подобные структуры, если они все-таки выявлены? И есть ли какие-то варианты доказать, что эта организация действует незаконно, воздействует на людей и так далее? Доказать психологическое воздействие всегда крайне сложно. Нужны прецеденты, и более того, нужны пострадавшие. Когда человек подвержен психологическому воздействию, то он часто и не признает себя пострадавшим. Со стороны близкие, родственники могут видеть, что происходит с человеком, как он меняется, каким он становится. И они действительно усматривают в этом серьезные проблемы в его здоровье, в том числе и в психологическом, в психическом здоровье. Но сам человек может в этом до конца не признаваться. Сначала потому, что он находится в некоторой эйфории относительно организации, в которую он попал. А впоследствии, возможно, даже если эта эйфория прекратится, ему просто будет стыдно от той ситуации, где он находится. И он будет поэтому не признаваться, что с ним что-то такое произошло, и что необходимо ему помочь каким-то образом. Если говорить о компетентных органах, то, конечно, они могут обратить внимание на ту или иную секту, если ее лидеры, ее адепты приступают к законодательству Российской Федерации, нарушают его. Это происходит на самом деле не так часто, хотя, конечно, бывают такие прецеденты. Вот секты Иегова, насколько я знаю, довольно-таки много судебных избирательств. Да, даже совсем недавно было ликвидировано еще две организации свидетелей Иегова в Белгородской области, в самом Белгороде и Старом Осколе. Деятельность этих организаций была признана экстремистской, и они прекратили эту деятельность. Но прежде всего, конечно, в руках самого человека. Как самозащита и... Конечно, конечно. Наша задача по противодействию сектам, это прежде всего информация. Донесение правдивой информации о той или иной организации, что помогает людям каким-то образом понять, с чем они столкнулись. И многие люди не попали бы в секту, если бы этой информацией интересовались. Если бы они заранее представляли, что за сектантский вербовщик перед ними стоит, и какие цели в конечном итоге он имеет, но не озвучивает. Как правило, секты скрывают о себе правдивую информацию, особенно поначалу, и таким образом обманывают, входят в доверие к людям. Наша задача рассказывать о том, что на самом деле происходит. Бывает так, что на местном уровне сектантская община, особенно если она небольшая, никак не проявляет себя в плане нарушения закона, каких-то негативных воздействий на человека. Но это не значит, что таких проявлений не будет в будущем, поскольку общая идеология организации, то, что мы знаем о ней в мировой практике, как она появилась, какие цели она ставила всегда, это о многом говорит. И мы можем на основании этих данных делать выводы. У меня были случаи, когда я характеризовал одну из наших рязанских сект, и затем нам были направлены некоторые претензии с просьбой показать, где же эта секта нарушает закон в Рязани. Но речь шла о ее мировой деятельности, международной деятельности. Здесь же у нас есть ячейка этой организации. И, соответственно, мы можем делать выводы о том, какие здесь рано или поздно будут последствия, как только эта организация здесь, на местном уровне, наберет силу определенную. Спасибо, отец Арсений. Увидимся в следующих эфирах. Редактор субтитров А.Семкин